Юность в сапогах буквально сегодня начинается у 10 призывников из Ивановской области. Они отправятся служить на Черноморский флот в подшефную ракетную бригаду. Отдавать долг Родине нужно будет на катерах Ивановец и Шуя. Из этого зала после напутственных слов срочники отправятся в Москву, оттуда на самолете в Севастополь. Флот, я считаю, это престижные войска, гордость на нашей стране. И именно поэтому хотелось служить, идти именно туда. В Черноморский флот набирают самых здоровых и крепких. Им придется часто выходить в море, поэтому отлично должен работать вестибулярный аппарат. Да и нервы не должны подводить. Из Севастополя за срочниками так называемые покупатели приезжают дважды в год. Увозят от 10 до 20 человек. Первый и самый главный показатель – призывник должен по состоянию здоровья соответствовать категории. А-1, А-2, также пройти профессиональное психологическое тестирование, на которое тоже обращают внимание. Также желание. Если призывник соответствует всем критериям, но не хочет, допустим, служить именно на кораблях, то мы таких не берем. Если желание есть, то желание и по всем показателям соответствует, естественно, набираем. Призыв начался полтора месяца назад и все идет по плану. Около сотни ребят уже отправили в разные виды войск. Дальше сегодня же мы отправляем в части 12-го ГУМО, Главное управление, Министерство обороны. Также отправляем спецназ мальчиков, которые переодеты в тельняшках сидят. Это спецназ ГРУ. Мальчики, крутые ребята, как говорят здесь. Также мы отправляем мальчиков в наши сухопутные войска. Это Москва, Москва и Московская область. Завтра у нас очередная поставка, поэтому отправки у нас почти идут два раза в неделю. В военкомат ребята приходят только с паспортом, а вот уходят с полным набором вещей. Получают и форму на зиму и лето, и полотенца, и шлепки ходить по казарме. Мы на вещевом складе, и я так понимаю, что все это должны ребята получить, прежде чем отправиться в вооруженные силы. Что они получают с собой, в чем они уходят? В чем они уходят, мы выдаем 22-23 наименования. Давайте посмотрим. Дайте, пожалуйста. Значит, в первую очередь мы выдаем обувь зимняя. Обувь, вот такая прекрасная зимняя теплая обувь. Если они идут в южный округ, то еще дополнительно мы даем летнюю обувь. Еще раз, сейчас я вам там на складе ее покажу. Значит, выдаем вот зеленые костюмы офиска. Вот такие, и они идут по войскам. В подарок от Министерства обороны будет сумка и вот этот Несесер. А в нем набор косметических средств для призывников. Один такой стоит около 2000 рублей. Будущим военным, разумеется, бесплатно. Если они идут в южный округ, то они еще и получают кепку при даче. Все войска у нас, если, допустим, идет морфлот, они идут в черном. Значит, шапочки черные у нас. Вот ремешки вот такие у морфлота. То есть, у них черный. Тельняшка, значит, у них полосочки черные. Сегодня призывники торжественно получили звание рядовой. И для них пошел обратный отчет служению Родине. Ровно через год, день в день, их уволят в запас. Таких отправок до конца 2019-го будет около 70. Служить от региона отправится 600 мужчин. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.